Во Владивосток в силу жизненных обстоятельств учительница начальных классов Татьяна Пляскина переехала из находки буквально пару месяцев назад. На работу устроилась сразу, а вот с жильем, как это часто бывает, возникли сложности. Чтобы снять самую небольшую квартиру во Владивостоке, необходимо около 20 тысяч рублей. Аренда плюс коммунальные услуги. Заработная плата учителя начальных классов – 30 тысяч. Татьяне предложили общежитие для учителей, что на Нестерово 5. Не устраивает оплата и условия не соответствуют, вот это несоответствие не устраивает, потому что я была в свое время в общежитии ДВФО, и не только я, я здесь разговаривала с девочками со всеми, кто пришел работать, устроился здесь жить. И получается, что, допустим, в общежитии ДВФО площадь комнаты больше, они проживают вдвоем, у них там удобная мебель, большой шкаф-купе, у них на двоих там санузел, туалет, ванна, душ. То есть уборщица приходит два раза в неделю, убирает, и они платили за это три тысячи в месяц. Татьяна с соседкой живут в комнате площадью 15 квадратных метров. Все вещи хозяек расположены вдоль стен, полки повесить нельзя. Договор, по которому предоставляется жилье, не позволяет вбивать гвозди или вкручивать шурупы. Смущает это и теснота в комнате, но за более просторную отдавать придется больше. За 15 квадратов Татьяна платит три тысячи триста рублей в месяц. У нас, допустим, ни крючка, ни полки, некуда не положить, ни прислонить, ни зеркало, ничего абсолютно. Душ один на весь этаж, туалет один на весь этаж, ну как бы, и мы платим дороже. Это еще без коммунальных услуг. Когда будет тепло, сказали, что мы будем платить значительно дороже. Всего в двухэтажном общежитии живет около 50 человек. На каждом этаже по 13 комнат. Здесь живут приезжие педагоги со всего края. В основном, конечно, молодые. Последних больше всего не устраивает отсутствие интернета и горячей воды, что сегодня тоже не роскошь. Платить за интернет отдельно учителя согласны. У нас проведение интернета тоже отсутствует. Говорят, что нельзя здесь проводить. Мы уже и собирали подписи, чтобы нам провели. Ну, все равно безрезультатно. Здание Панестерова-5 раньше принадлежало дальзаводу. В 2013 году его передали городу и было принято решение разместить здесь общежитие. На муниципальные средства сделали капитальный ремонт. В этом году сообщили в администрации города. Здание снова обследовали и будут готовить к капитальному ремонту. Однако конкретных сроков пока не называют. Светлана Садовая, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.